Татьяна, Мартех в Перекрестке, что, как, где применяете? На самом деле мы применяем везде, это пронизывает всю работу маркетинга и не только. Например, у нас есть все данные от клиента, к нам ходит 20 миллионов человек в месяц, поэтому мы анализируем всех клиентов, которые к нам приходят. Мы на основе этих данных выстраиваем компании, делаем персональные офферы. Также мы работаем с обратной связью, то есть через мобильное приложение мы теперь оцениваем наши товары, и исходя из этого мы работаем с их качеством. Какие-то товары даже были на самом деле выведены, мы меняем рецептуру с нашими поставщиками, мы меняемся на основании обратной связи от наших клиентов. Это пронизывает и маркетинг, и сервисы наши внутри компании, и даже логистику, потому что мы хотим быть ближе к клиенту, быть для них максимально удобными. А как вот эти новые, скажем так, возможности, так понимаю, что это, скажем так, это же технологии еще буквально недавнего времени, то есть раньше как-то без этого работали, как вот эти новые возможности позволяют повысить эффективность маркетинга компаний? Ну, на самом деле, у нас они уже несколько лет, мы, понятно, все время улучшаемся и делаем эти данные более глубокими, больше делаем аналитики. Например, у нас есть продукт с CVM, это Custom Value Management, где мы очень глубоко изучаем наших клиентов, мы строим предъективную аналитику, работаем с оттоком, и анализ данных нам помогает делать эффективные наши активации, там на 20% повысился эффект от наших акций, отклик, и мы зарабатываем больше с каждого клиента, исходя и понимая, что ему нужно, и как сделать ему наилучший оффер. Ну, раз вы так подробно изучаете вашего покупателя, наверняка вы можете сказать, как, например, он меняется, какие у него теперь появляются требования, которых, например, раньше не было. Что происходит в этом? Действительно, да, покупатель стал более требовательным, им нужно здесь, сейчас, за не меньшую цену, лучший сервис. Поэтому мы, анализируя его потребности, стараемся дать ему наилучшие предложения, также мы работаем с сервисом, у нас есть NPS и NPS, мы меряем постоянно наши CSI-метрики и постоянно улучшаем все, что мы делаем для клиента. Есть в KPI и у сотрудников в магазинах NPS удовлетворенность клиентам, полученным сервисом, оно есть у всей компании, поэтому счастье нашего клиента – это один из самых важных параметров. Мы изучаем и работаем с обратной связью, как я уже говорила, тоже отдельно технологическое решение, на которое меняются все компании. Ну и плюс дата, мы делаем персональные офферы, как раз здесь уход идет от бомбардировки скидками, персонализацию для конкретного клиента, конкретный оффер. Мы запустили как раз персональный оффер мобильным приложением в начале этого года, и видим, что уже более миллиона наших клиентов воспользовались им, и видим, что отклик растет, NPS растет, и значит, это то, что нужно нашим клиентам. То есть люди в целом позитивно реагируют на то, что, скажем так, за их интересами так пристально следят? Конечно, если вас поздравят на день рождения, дают вам баллы, мне кажется, это приятно. Если вас знают и делают те предложения, которые вам нужны, это приятно. Если на основании вашей обратной связи вам не понравился товар, он поменялся, вам дали баллы, это приятно. А вот вы уже сказали, что покупателям нужно здесь сейчас за меньшую цену, и не секрет, что еще один такой, я не знаю, проблемой или как даже бич времени – это промо, которое люди все ищут, и на ваш взгляд, какие это технологии, может быть, или что может помочь переключить покупателей от поиска этих самых товаров с желтыми ценниками на что-то другое? Есть ли какой-то вариант развития событий именно в разрезе, может быть, маркетинга или новых технологий? Да, конечно. Как я уже сказала, это CVM, где мы даем то промо, которое нужно конкретно клиенту, а не просто даем скидку для всех. Это как раз персонализация, ход от размазывания маржи по федеральному промо отдавания конкретного оффера конкретному клиенту. Это первый момент, в котором мы работаем, как раз снижая долю общего промо, давая персонализацию и работая с потребностью каждого клиента. Второй момент – понимая, какие есть кластеры или персоны внутри, исходя из дат, мы можем давать промо, например, на ЗОЖ-товары. Просто уходя от промо на все, давая на конкретные товары, поддерживая конкретный лайфстайл клиента, и тем самым также усиливая ценность нас, как бренда, как перекрестка, и понимая потребности клиента и минимизируя массовое промо, которое дается на все. А вы здесь ориентируетесь на потребности, получается, в большей степени покупателей, чем, например, у поставщиков же тоже есть свои условия, например, по этому поводу. То есть как вы вот этот момент нивелируете, чтобы все были довольны? Смотрите, здесь понятно, что и мы, поставщики, работаем на конкретного клиента. И быть ценным нам вместе для клиента – это самое важное. Поэтому мы здесь как раз идем рука об руку, мы понимаем, что есть различные промо, и, исходя из контекста, мы даем вместе с поставщиком оффер на конкретный кластер потребителей. Еще раз, это может быть ЗОЖ, это может быть, например, любители готовки, где есть что-то для приготовления еды, это тоже тренд, и тоже мы его используем. Либо давать, например, студентам скидку на комбо, где есть напиток, и какой-то снекинг. Это тоже лайфстайл, это тоже то, что мы можем делать с нашим и поставщиком для нашего покупателя. То есть понимание вот этих сегментаций, давая конкретный оффер на конкретный промо с поставщиком, это то, что делает нашу промо более уникальным, более точечным, и как раз убирает вот эту массовость, просто желтые ценники, делая более осознанным. Вот вы уже сказали, что есть тренд на готовую еду, на ЗОЖ, а какие-то еще тренды последнего времени, которых, например, раньше не было, можете выделить? Есть, да, тренд на осознанное потребление, особенно в прошлом году. Людям хочется делать добро, людям хочется делать что-то полезное. И вот тренд на экологичность, на sustainability повестку, она все больше и больше увеличивается. Мы тоже, конечно же, много всего делаем для этого. У нас есть, например, переработанные уже внутри оборудования, у нас есть лампы из переработанного пластика, корзины. Мы также, вот, недавно запускаться, в будущем будет запускаться акция, где мы сделаем из наших пакетов, из пластика, фэшн-коллекцию. То есть вот этот рециклинг того, что мы, мы как мусор, да, куда-то отдаем, мы его переиспользуем и делаем из него какие-то полезные вещи. Из магазина, например, всю мусор мы отдаем, например, животным, да, то есть фермерство, если это какой-то просрочка, да, или пакетом мы также даем на переработку, чтобы из этого что-то делать. У нас есть фундаматы, куда люди могут сдать, это действительно становится ценным, и мы идем в рукооборку с нашими покупателями. Ну, то есть это как раз то, что говорится про устойчивое развитие, как правило, да? А вот по-вашему… Ну, это уже, вы знаете, это уже на кончиках, то есть упаковка из переработанного пластика, это уже ценно. Мы пакеты не выбросили, мы из них сделали что-то новое, тоже ценное, ту же самую бутылку или ту же самую шапку, это уже ценно. И с покупателями мы видим отклик, что им действительно это интересно. Но вот по-вашему, получается, в компании кто должен быть таким двигателем вот этого устойчивого развития? То есть это должно от вас исходить, как от компании, или в том числе и без покупателя, вот без его участия это тоже невозможно? Как это происходит? Есть вот конкретно, допустим, примеры, что там, не знаю, люди попросили, вы поставили там какие-то фундаматы или что-то в этом роде? Ну, смотрите, здесь мы идем рука об руку, в чем-то мы визионеры, но, например, мы начали их ставить фундаматы пилот, и нам стали писать покупатели, поставьте, пожалуйста, в нашу магазин, оно очень нравится. То есть оно идет все равно рука об руку. Мы что-то делаем, получаем отклик и можем масштабировать, либо меняться. Или мы увидели, например, покупателям важно вот в этом регионе какой-то товар локальный, и мы начинаем вводить его в матрицу, то есть тем самым поддерживая экологичность и локализацию бизнеса. То есть это всегда такой лиснинг, да? Мы слушаем, что-то делаем, нас увидели, попросили что-то делать, мы где-то сделали. То есть это всегда такой обмен. А обратная связь у вас, получается, собирается какими путями, кроме приложений, кроме… Приложения, чат-боты, можно просто сказать кассиру, можно даже элементарно книгу жалоб, да, это, как раньше было. Существует. Конечно, еще существует. Можно оставить в соцсетях. То есть любым способом, который вы хотите, мы собираем обратную связь, мы делаем также лиснинг в соцсетях, где работаем с обратной связью. И это, наверное, та самая важная информация, которую мы слышим от клиента и меняем наши процессы. Вы уже краешком затронули этот момент про нововведения ближайшего будущего. На чем фокус? Что планируете вводить? Ну, все нововведения сделаны для того, чтобы стать ближе и легче опыт клиентский внутри магазина и онлайн, да? Потому что он начинается не в магазине, не заканчивается в магазине. На каждой точке CGM мы думаем, как стать ближе и проще для наших клиентов. Например, сейчас у нас есть уже оплата Face ID со Сбербанком. У нас есть экспресс-скан, где вы можете сканировать товары и их оплатить, минуя кассу. Также есть электронный чек, да? Тот самый Sustainable повестка, где не нужна бумага, вы получаете ее по e-mail, и тем самым мы экономим на ресурсе. Также из интересного мы будем развивать вот эту эмоциональную историю в ритейле. У нас есть Open Kitchen, где внутри перекрестка есть готовая еда, она готовится при вас, там, суши, шаурма. То есть вот этот некий экспириенс-шоу мы также будем развивать, потому что мы понимаем, что людям нужна эмоция, да? И готовка при вас – это вот то, что сейчас ценно и нужно нашим клиентам. А вот вы говорите про все эти вещи. Это точечно вводится или это как-то вводится уже более в такую раскатку, скажем, в большую географию? Это раскатка в большую географию. Мы всегда идем пилотами, делаем АБ-тестирование, смотрим, максимально улучшаем клиентский опыт, и потом это уже масштабируется на сеть. А какие-то региональные особенности есть в таких моментах? Да, конечно. Например, у нас высокий процент локального ассортимента до 30%. Мы понимаем, что в локации есть те самые фермы, те самые продукции, которые любят клиенты, и мы вводим ее в ассортимент. Или мы понимаем, что шурма или какая-то другая национальная кухня более важна, мы также ее локализуем для локации. Спасибо большое.